Приветствую вас! Я думаю, что в любом случае, вне зависимости от того, накручиваете вы себя, или в этом нет ничего плохого, в любом случае вам, именно вас, это неприятно, что-то происходит. То есть вам неприятно, что ваш мужчина, значит, с которым вы расстались, и с которым вы сидят снова вместе, и ради которого вы стараетесь измениться в лучшую сторону, обращает внимание на другую женщину, да, и с ней проводит время, тем более, что это бывшая. То есть как бы у него с ней были когда-то отношения. Вы знаете, я думаю, что дело здесь не в том, хорошо это, что происходит, нормально или нет. Дело в том, что вам это неприятно. Дело в природе вашей реакции. Дело в природе того, как вы это восприняли. И я думаю, что ваш мужчина, в любом случае, если хочет общаться с другой девушкой, с другими женщинами, он, в принципе, имеет это право, умеет на это право. Я думаю, что до тех пор, пока он не изменяет вам, до тех пор, пока он не проводит время с другими женщинами, а даже людьми, в ущерб вам, в ущерб вашим отношениям, он имеет право это делать. И я полагаю, что от этого, от того, что вы понимаете или поймете, что он имеет право это делать, вам легче не станет. Ну, потому что чувство того, что вам неприятно все равно останется, оно никуда не денется. И это означает, что необходимо обратить внимание на природу вот этой вот реакции. Природа вашей реакции заключается в том, что вы стараетесь ради мужчины измениться в лучшую сторону. Что само по себе является крайне деструктивной позицией. Мало того, что вы ради кого-то стараетесь меняться, а не ради себя, так вы еще и говорите в лучшую сторону. То есть, подразумевая, что ранее вы были плохой, подразумевая, что ранее вы были не в лучшую сторону направленной. То есть, кто-то произвел отцельку и с легкой руки нарек вам, что раньше вы были не в лучшей стороне. Я думаю, что подобная невротическая позиция и обуславливает все то, что вы пишете после. И я думаю, что сама по себе реакция ваша, а реакция она какая? Что почему неприятно, что он встречался с бывшей и там помог ей, в твиттере пришел. Почему неприятно? Потому что, по вашему мнению, ей он дает больше, чем вам. Вы для него стараетесь, а вы стараетесь для него больше, чем она. И это правда. Это так и есть. Вы действительно стараетесь для него больше, чем она, и он действительно дает ей больше, чем вам. В соотношении. То есть, по соотношению это так. Сейчас не буду говорить о количестве. Не буду говорить о количестве, да? Возникает вопрос, по какой причине вы решили меняться ради него в лучшую сторону? По какой причине вы решили ради него менять себя, ожидая при этом от него чего-то? Ведь если вы расстались, кстати, по какой причине, то, приняв решение сойтись, вы оба несете за него ответственность, за это решение, но почему же меняетесь в лучшую сторону только вы? Получается, что вы более заинтересованы в отношениях, получается, что вам это больше нужно, чем ему, а это значит, что вы в более уязвимой позиции. И именно она, более уязвимая позиция, определяет то, что вам неприятно поведение мужчины. Вот что вам с этим делать, уже другой вопрос. можно выяснить причины расставания и подумать, они были ли они объективными. Можно проанализировать природу того, что вы стараетесь меняться ради кого-то там, а не ради себя, что порождает ожидания от другого человека, что в свою очередь порождает неудовлетворенность и подобные мысли. Можно определить, что значит лучшая сторона, то есть, что делает страну лучше, что делает страну худше, и какие вообще критерии, так сказать, плюса и минуса. по факту, как это видится мне, по факту, вы не уверены в себе. И вы не принимаете себя такой, какая вы есть. И отсюда все проблемы. Отсюда ожидания невротических от молодого человека и так и так далее. И потому мой вопрос к вам будет отвечать так, если вам скажут, что да, вы себя накручиваете и в этом нет ничего плохого, что будете делать? А если вам скажут, что это плохо, да, это плохо, что будете делать? Знаете, вы сейчас переносите ответственность за восприятие этого факта, факта оценки поведения молодого человека и по сути факта, факта оценки своего восприятия данного, данного момента на нас. А нужно это делать вам. То есть, если вы считаете, что вас это, ну, такое поведение молодого человека оскорбляет, именно оскорбляет, именно принижает, то нужно обязательно аргументировать с чем. То есть, если, например, вы знаете эту девушку как коварную, значит, хитрую особу, которая использует такие средства для того, чтобы молодого человека, ну, чтобы мужчин возвращать, что вы имеете все основания, предполагаете, что она пытается вернуть вашего мужчину тоже. Если таких сведений у вас нет, то то, что происходит, это абсолютно нормально. Ну, да, это неприятно вам в свете всех событий. Но молодой человек поступил в целом правильно. Ну, потому что, если тебе дарят подарок, тем более, вручную сделанный, то от него не отказываешься. И выбраться вот это точно не хочется, потому что, ну, как-никак ценить труд нужно. А вот почему вы хотели, чтобы он выбросил свитер, это уже большой вопрос. Короче говоря, ориентироваться нужно здесь на себя, а не на других людей. Не на молодого человека, не на девочку, и не на оценку того, что происходит, а на себя. В частности, необходимо определить, почему вы расстались. Как вы решили сосиску? Были ли приняты решения какие-то, когда вы сходились вместе? Сделали ли вы выводы из ошибок? Не только вы, а на них, не только вы, но и молодой человек. Если нет, то тогда не имеет смысла вам быть местом. А если вы считаете, что молодой человек вас видит в другой, ну, в девочке бывшей, что-то более привлекательное, чем вас, то подумайте о том, как дать ему то, что он хочет. А не оценивать происходящее и не принуждать его к каким-либо действиям. Я думаю, что вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что, наверное, это не тот ответ, которого бы вы хотели, но, тем не менее, с точки зрения профессиональной психотерапии, это именно тот ответ, который я должен вам дать. Если говорить о норме, да, если говорить о норме, то я бы исходил из того, что вы считаете ненормальным. Вот конкретно вы, что считаете ненормальным. То есть, ну, принял вам подарок, ну, помог он ей, отказался выбросить, что в этом ненормального. Что человек ценит труд другого, что человек помогает и так далее. Что ненормального здесь, по вашему мнению. Вот отследите, отследите, отследите эту угрозу, которую вы чувствуете, в чем она проявляется. И уже с этим можно будет работать, чем это угрожает именно вам. И вот самый главный момент, это то, что вы много работали, чтобы ради него измениться к лучшему. Вот это, это самый тревожный момент здесь. Потому что вы меняетесь, если действительно считается, что вам нужно меняться, вы меняетесь только ради себя. И человек вам, вам ничего не должен. За это, за то, что вы решили меняться. Если вы меняетесь ради него, то вы меняетесь тоже ради себя, просто вы себя обманываете и меняетесь ради, заменяетеесь якобы ради него. Но делайте то в этой действительности, это в действительности, вы делаете это для себя. И вы просто не хотите обратно брать за это ответственность, как вы не хотите брать ответственность за то, чтобы самостоятельно принять решение относительно восприятия, угла восприятия того, что произошло с вами. Вот. Если вы ревнуете, то ревность это неуверенность в себе, и страх остаться одной, плюс недостаточная значимость, ну, своя собственная недостаточная значимость. Ну и понятно, заниженная самооценка тоже. Вот. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.